я считаю что руководство армении с восемнадцатого года которая есть она на самом деле не ведет армению на запад мне кажется больше пропагандистский и не ведет противоречий и находится противоречий уважаю вашу точку уважаю вашу точку зрения но мы здесь живем и скажем видим то что происходит невозможно было передать арцах под карабах под контроль военной россии без сотрудничества с руководством армении уже армянский народ в этих вопросах начинает разбираться потихонечку и общественное мнение тоже соответственно формируется всем становится все понятно что вот это вот операция с карабахом было задумано до гораздо не только операция с карабахом да и и и так сказать укладывается гораздо больше геополитический контекст а это не просто какое-то горе которое случайно упала на нас потому что там 20 байрактаров азербайджанских переломили ход событий на фронте люди уже это все начинают видеть по-другому понимать по-другому политически все это самое и поэтому в армении очень мало людей считают никола фашиняна прозападным деятелем который продвигает по повестку западную так считают в россии средства массовой информации и вот видимо так выгодно считать я согласен но я и я очень извиняюсь и по-твоему одно слово скажу и все по поводу этого момента понимаете мы видим что у вас минуты оба андрея скажите да они просто шантажируют кто они пашанин просто шантажируют и от последнее решение гибнал по украине против россии арест путина тогда не это официальное заменение ивана то есть нас просто провоцирует на это очень понимаете где мы прекрасно понимаем что развернуть армении герополитического числа очень слов я сами согласен двое коллега галития света но фалика которая есть понимаете какая ситуация некая такая пассивность возникает а сказала спасибо что ребята вы видим пограничка вы видим базу есть сторонники это вы видим все и мы забыли хорошо спасибо андрей с москвой мы закончим спасибо вам андрей суздальцев андреас у нас пару минут я еще раз повторюсь что как раз таки все больше и больше сомнений в том что николай пашинян придерживается политики европейской интеграции и достаточно много оснований полагать что он видит будущее в рамках 3 плюс 3 формулы регионального развития о чем неоднократно прямо говорил там и так далее и так эта ситуация сегодня из армии видеться внутри армии все больше людей так думать что касается обстоятельств связанных с безопасностью с военным присутствием и так далее ведь есть не только эти обстоятельства есть обстоятельства связаны с финансовой системой с торговли с инвестициями и и множество множество других разных факторов которые в комплексе и влияют на политику государства и на государственные решения сегодня будь то армения будь то казахстан киргизия таджикистан оставаться в это делать вид что ничего не происходит то и и вот так сказать пытаться инвестировать в проект который продвигает сегодня российская федерация в этот большой международный проект о чем этот проект можно там долго говорить с часами но не у армении не у киргизии не у казахстана не у таджикистана ни у кого таких ресурсов нет ни политических не дипломатически российская федерация сегодня признана агрессором большинством государств мира и поддерживать агрессора политический экономический дипломатический вот что может пашинян он делает на всех площадках во всех инстанциях во всех при всех возможностях он так сказать свое свое это отрабатывать я не думаю что руководство россии от пашиняна ждет что-то больше и вот в эти вопросы которые дабы затронули там коридор так называемый зангизурский это же опять таки футбол который имеет над головой пашиняна летает там может быть ему адресуются какие-то фразы там и так далее но ведь иран важен если иран говорит что нет мы не хотим то там можно цитировать как захарова цитирует эти там пункты и так далее в иране тоже хорошо понимают о чем написано в этом и они как раз против именно этого и и поэтому вот люди в армении начали различать подлинную политику нынешнего руководства армении что они ориентированы на регионализм на то чтобы вот три плюс три воплотилась в жизни почему я говорю выборы в грузии важны потому что заявлено переформатирование грузинского государства со стороны грузинской мечты это в принципе шаг в сторону 3 плюс 3 потому что до этого это 3 плюс 3 как бы откровенно выглядело не очень так убедительно теперь как будут развиваться события в части той которая зависит от армении мы видим что руководство армении на самом деле ждет а вот что будет в грузии и в соединенных штатах это мы увидим